Компонент SPPatchBuilder обновился для версии 3.6.10 и в эту версию разработчики включили новый аддон, карусель сотрудников или любых людей, которые вам надо разместить на сайте, вот в такой симпатичной карусели, при наведении можно вывести имя, должность, социальные профили каждого человека и также эта карусель имеет отличный адаптивный дизайн, то есть все хорошо смотрится на мобильных версиях. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Для тех, кто не знает информация, если вам нужен сайт, у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда сможете обратиться ко мне, позвонив мне бесплатно, вы сейчас видите мой номер у себя на экранах, через приложение Viber WhatsApp, звонок будет бесплатный. Звоните мне, давайте обсудим ваш проект, а я возвращаюсь к теме урока. Перехожу в админку сайта, перехожу в SPPatchBuilder страницы, перехожу в режим редактирования страницы на сайте. Слева нахожу аддон карусели, перетаскиваю его на холст и давайте рассмотрим настройки. Изначально мы сразу можем видеть демо данные. У нас есть три макета, то есть изначально вот первый макет помечен тонкой синей рамочкой, вот он сейчас как выглядит у нас здесь перед нами. Дальше есть второй вариант. В таком случае у нас прячется внизу имя должности социальной сети и они у нас появляются при наведении на фотографию мыши. И есть вот такой еще компактный третий вариант. Мне больше всего нравится вот этот вариант при наведении, когда данные появляются на фотографии. Следующая опция позволяет нам определить сколько будет сразу видно будет людей изначально, прежде чем пойдет прокрутка. То есть вот так вы это видите, как это работает. Я верну 3. Следующая опция это отступы между картинками. Изначально 15, если сделал 1 пиксель, вы видите здесь у нас такая тоненькая отступ в 1 пиксель. Я верну 15. Автозапуск кнопка позволяет автоматически карусели крутиться. То есть у нас есть стрелки переключения и вот сейчас видите автоматически у нас она прокручивается. Ну я пока скрою эту кнопку. И дальше у нас есть, если мы включаем автозапуск, speed это скорость 2500 миллисекунд, именно скорость слайда. Дальше идет интервал 4500 миллисекунд. То есть у нас карусель прокрутилась, потом идет задержка. И вот это как раз таки управляется здесь. Следующий у нас это все наши вот эти вот как раз таки сотрудники. У нас вот 6 элементов демо. Мы можем их все удалить, кликнув по корзинке. Есть иконки дубликата, продублировать каждый элемент в отдельности. И кнопка шестереночки, которая позволяет зайти внутрь, если нам нужно отредактировать данную карточку, так скажем. Административную метку заполнять не обязательно. Фотография меняется здесь. Вот здесь есть кнопка ссылка удалить. Удаляем, загружаем с компьютера свою. Здесь имя. Здесь можно написать должность. И ниже для этого человека у нас есть возможность загрузить ссылки на социальные профили, где этот человек есть. То есть когда мы наводим на картинку, здесь у нас есть такие социальные кнопки, по которым можем кликнуть и посмотреть профиль в социальной сети данного человека. Здесь также можно их всех удалить, или отредактировать, или продублировать. Здесь видно по названию, что есть Facebook, Twitter и так далее. Русские социальные сети тоже можно добавить. Например, я попробую Facebook отредактировать. Захожу сюда. Здесь вы можете написать, например, ВКонтакте. А здесь вы можете просто найти нужную иконку социальной сети. Например, ВКонтакте. Я просто пишу ВК, нахожу нужную иконку, выбираю ее здесь. Ниже я вешу ссылку на данный профиль ВКонтакте. И нажимаю галочку «Применить». Галочку еще раз. И для данного человека вот здесь вот видно, есть социальная сеть ВКонтакте. Естественно, эти иконки можно сделать крупнее, поменять им цвет и так далее. То есть для каждого автора это меняется здесь. Также новый элемент, нового персонажа вы можете добавить вот так вот легко, когда все пусто, все заполняете сами. И социальные кнопки не назначены, нужно будет каждую назначить. Ниже опция у нас это «Controller Settings», «Настройки контроллера». Показать элементы управления «Да», «Нет». То есть это именно вот внизу такие у нас будут переключатели. Это то же самое, что вот эти стрелки-переключатели, но только они внизу. То есть если мы скрываем, вообще все скрывается. Если возвращаем, то у нас ниже есть настройки. Видите расположение данных элементов. Расположение, куда сдвинуть влево-вправо лучше. То есть тонкие настройки. Дальше идет высота, именно или толщина, я бы сказал. Дальше ширина этих полосок. То есть гибко можно все настроить. Цвет фона. Вот вы видите, я поменял красный. Толщина рамки, цвет рамки, радиус рамки. Это все можно задать. Активную мы можем назначить, например, другой какой-то цвет. Вот сейчас я его сделал фиолетовым. Ну давайте я скрою, достаточно иметь стрелки. А вот эти стрелки тоже гибко настраиваются. Arrow Controller, вот здесь это настраивается. То есть вы тоже можете, видите, вовсе скрыть эти стрелки, если они вам не нужны, если у вас есть автопрокрутка и так далее. И также здесь настроить расположение, вертикал позиция, горизонтальная позиция. Дальше поменять иконки, вот эти стрелки. И также гибко вы можете настроить высоту внутреннюю, ширину. Вот вы видите, стрелки меняются, цвет фона, заливку сделать. Тонкие настройки сможете произвести этим стрелкам. Я здесь подробно уже останавливаться не буду. И также здесь hover arrow, то есть это при наведении на данную стрелку менять цвет и так далее, да, другие возможности. Также у нас есть style, смотрите, у нас если при наведении на фотографию, и фотография желательно, чтобы затемнялась, чтобы на передний план у нас показывалось имя, должность и социальные кнопки. Здесь нужно будет перейти по кнопке вот этой вот style и переключить ползунок в положение да, чтобы появился у нас тут, видите, градиент. Видите, теперь у нас при наведении затемняется картинка. Естественно, вы здесь можете управлять прозрачностью, цветом вовсе. Видите, теперь у нас идет зеленоватый переход в синий. Дальше уже идут тонкие настройки самого градиента, линейный градиент, радиальный градиент и другие тонкие настройки. Также в отдельности вы можете настроить описание. Например, это размер букв, то есть это именно настройка размера, скажем, должности. Вы видите, эти буквы стали крупнее у всех пользователей. Соответственно, эта кнопка, это name, тоже размер можно сделать больше. Вот вы видите, я увеличил специально вот так вот сильно, чтобы это было видно. Естественно, это надо сделать меньше. И то же самое настраивается дизайн, то есть цвет, стиль, шрифт, цвет, размер для иконок, которые появляются при наведении. Это у нас вот эта кнопка, за это отвечает. Естественно, они белого цвета, на темном фоне будут хорошо смотреться, а если что, цвет можно менять здесь. То же самое, размер шрифта. Видите, какие кнопки становятся большие. То есть просто вам показываю, что каждый элемент, вот сейчас уже приемлемо смотрится, каждый элемент, вы видите, мы можем очень тонко настроить. И как я уже говорил, для мобильной версии смотрится все нормально. Давайте посмотрим, сохранимся, как было и как стало. Ну, в принципе, я внес небольшие изменения. Думаю, здесь уже понятно будет, как управлять данным аддоном. Если вы хотите более детально углубиться в замечательный компонент SP Patch Builder с нуля от А до Я и стать настоящим профи и создавать крутые сайты, лендинги, многостраничники, тогда я вас приглашаю ознакомиться с моим полноценным видеокурсом для новичков. Сейчас вы видите обложку данного курса у себя на экранах. Ссылку на презентацию моего курса я оставлю в описании под этим видео. Вы можете также мне позвонить, если у вас есть дополнительные вопросы по видеокурсу, я на них на всех отвечу. Или задайте свои вопросы в комментарии под этим видео. Также, если вы хотите двигаться самостоятельно и вас заинтересовал компонент SP Patch Builder, то удобную ссылку для вас я оставлю в описании под этим видео на покупку компонента SP Patch Builder. Покупая SP Patch Builder по моей ссылке, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok